Вот, пожалуйста, ярчайший пример Боррель. Он вообще-то занимает позицию верховного представителя по внешней политике всего Европейского Союза. 40 стран, между прочим. Все страны ЕС ориентируются и делегируют ему право говорить от их имени по внешнеполитическим вопросам. Он что вообще несёт? Вот, выяснилось, что даже представители, официальные представители этих стран не понимают, что он говорит. Оказывается, пишут в его колонке, кто-то за него пишет, не он. Я не уверена, что он даже читает. Как это? Что это за какой-то жуткий перформанс? То есть какой же он дипломат? Вы когда-нибудь слышали дипломата, который бы сказал, что дипломатии не место, и всё должно решиться на поле боя? Вы такое слышали? Можно говорить, когда уже, так сказать, твоя страна подверглась нападению о том, что мы будем себя защищать, мы приняли этот вызов, но вы посмотрите, мы так и говорим, всегда подчёркивая, чтобы всегда выступали за мир, за переговоры, за мирные решения, до последнего и так далее. Это при том, что мы подвергаемся вот этой самой гибридной агрессии со стороны Штатов. Что говорит Боррель? Боррель говорит ровно противоположную, убивая дипломатию. А Урсула фон дер Ляйн, которая занимается тоже международными отношениями Европейского Союза, она что, Европейский Союз представляет? Она проводит политику Соединённых Штатов внутри Европейского Союза. Это же антидипломатия. Я должна вам напоминать про, господи, британского минондела Листрас, которая потом месяц побыла премьер-министром, а до этого пару месяцев побыла министром иностранных дел, как бы дипломатом от королевства. А до этого ещё было несколько месяцев на пяти примерно должностях высшего ранга в правительстве Британии. Какая же там дипломатия? Человек приехал на важнейшие переговоры, судьбоносный момент в нашу страну и даже не знал, что Белгородский регион, Белгородская область является частью Российской Федерации. Нормально? Обсуждая ситуацию между Россией и Украиной. Но это нормально. А Анна-Лена Бербук, которая сказала, что пока Россия на 360 градусов не развернётся и не совершит кардинального изменения в своей внешней политике, с нами разговаривать не будет. Так мы развернулись на 360 градусов, и что? Ждём активных действий со стороны Берлина. Где же они? Причём вы что, думаете, она один раз это заявила? Нет. Я не понимаю, то ли ей никто не говорит, что она несёт чушь и глупость, то ли она считает, что это всё враги, которые ей говорят об её ошибках, и нужно упорствовать. Я не могу вам сказать, ну вот вам уровень дипломатии. Поэтому это ожидаемо, это деградация западной дипломатии во всей её красе, а то, что они в Совбезе творят. Они же убивают Совбез блокированием очевидных резолюций, только подменяя их санкциями. Они умеют теперь только одно дело – принимать эти бесконечные санкции. А санкции убивают дипломатию.